Хочу поделиться принципами, которые помогли мне победить в свое время тоже как раз то, о чем мы молились сейчас, эмоциональную болезнь. Это было в 2014 году, когда начался Майдан, а потом война, и это все, а потом еще личные там с другом тоже погиб друг. И все это настолько потрясло меня, что произошел эмоциональный какой-то, даже не срыв, это не было какое-то такое, знаете, эмоциональное переживание. Вдруг какая-то вот началась дисфункция нервной системы, как сказал врач. И врачи это не лечат, они дают только, выписали антидепрессанты, транквилизаторы. Вот, представляете, да, вот это не лечится, это вот так вот, только успокаивать и от депрессии антидепрессанты. Вот, я не стала это пить, я начала с Господом разбираться, но мне понадобилось время, чтобы эти панические атаки, чтобы эта тревожность, она ушла. И я боролась где-то полтора года, чтобы вы поняли. И за это время у меня выработались некоторые принципы, которыми я хочу поделиться коротко, вот, потому что их аж 11. Вот, и они у меня расположены не в порядке важности, а в порядке, в таком порядке, как вот я их вспоминала, вот, что мне Господь напоминал, так я их и продиктую. Вот, они важны все, кому-то один принцип поможет, кому-то другой. И это как раз касается тех людей, которые долго борются со своей болезнью и не могут понять причины, и не могут понять, как еще им молиться. Может быть, вы испробовали разные методы, вот, и не понимаете, в чем загвоздка. Может быть, это вам поможет, я верю, поможет. Аминь. Хорошо, первый принцип. Не зацикливаться на симптомах, а смотреть на Бога. Вы знаете, да, у кого еще былы, тот про то и говорит. Есть такая пословица. И вот, когда у человека есть проблема, вот, он на ней часто зацикливается, и у меня такое тоже было. И к Богу приходишь, в первую очередь, вот, с этой проблемой. Ты уже ни о чем думать не можешь, ни о чем уже не молишься, кроме вот этого. Вот, Господь, вот сделаешь мне вот это, тогда я уже буду обо всем молиться. Но это неправильно. Потому что Бог остается Богом, неважно, в какой мы ситуации, да. В ситуации Иова или в ситуации Соломона, который царствовал, неважно. Бог должен быть на первом месте. Вот не забывайте, никогда нельзя менять приоритеты. Болезнь не должна стать тоже идолом, который нас закрывает, Бога перед нами. Псалом 15, 1, 11. Всегда я видел перед собой Господа, ибо Он одесну меня, чтобы я не поколебался. Это Давид говорит. А мы знаем, что Давид проходил не болезни, но он проходил серьезнейшие испытания в своей жизни. Войны, да, потеря родных и близких там, и так далее было. Вот. Аллилуйя. И он знает, о чем он говорит. Бог посреди него. Он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Когда Бог является Богом в нашей жизни, нашим Господом, вернее, также не Богом, а Господом. А Господь означает Господин. Когда мы Его ставим на первое место в наших мыслях, несмотря на то, что болезнь, она пытается заслонить собой все. Тогда Бог и царствует, понимаете, да, в нашем теле. Если же болезнь царствует в наших мыслях, вот, то она и руководит. А Бог где-то там далеко, вот, поэтому и результат может не быть. Поэтому запомните это. Второе. А, еще к этому, да, Псалом 45, 6. Не говори Богу, да, насколько велика, да, твоя проблема. Скажи проблеме, насколько велик твой Бог. По сравнению с Богом проблема любая, ничто. Кто ты гора перед Зарававелем, ты равнина. Аллилуйя, какой бы страшной ни была. Знаете, как меня пугала эта болезнь. Как я боялась каждое утро просыпаться и опять погружаться в это жуткое состояние, когда тебе не хочется жить, вот, когда ты борешься с каким-то великаном, который ты его не видишь, но он тебя давит, твои эмоции. А, я говорила, а, я провозглашала эти вещи, я размышляла. Идем дальше. Второй пункт. Верой прими и провозглашай и мысли так, что ты здоров уже. Это тоже один из классных принципов, да. Евреям 11.1. Мы все знаем, но надо его еще и исполнять. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это тоже очень помогает, когда ты просыпаешься и ты сразу начинаешь мысли свою поворачивать в сторону того, что, а я же уже исцелен, а я же уже оказывается здоров, когда ты не относишься к себе как к больному. Тогда не приходит ни жалость к себе, знаете, ни расстройство, ни неверие, оно же все мешает вере подняться. Но когда ты начинаешь говорить себе и смотреть на себя как на здорового, тебя поднимается нормальная здоровая Божья вера. Потому что мы исцелены ранами Иисуса, да, это духовный факт. И надо его сделать физическим. Но вначале мы верим в это, видим это, а потом получаем. А мы хотим часто наоборот. Вот, знаете, пока не почувствую, да, не поверю, что я здоров. А Слово Божье нам говорит, что мы должны вначале поверить в несуществующее, увидеть себя здоровым. И у меня это получалось, знаете, когда мне удавалось с утра поверить в то, что я здорова, эти симптомы уходили быстро. Иногда приходилось сражаться полдня, все, так каждый день. Вот, поэтому это очень-очень важные вещи, которые я говорю, которыми я делюсь с вами. Да, если возможно, да, веди себя как здоровый человек. Халлилюя. Халли, короче, все, чего не попросите в молитве, верьте, что уже получили. Другой перевод говорит мне, верьте, что получите в будущем. А верьте, что вы уже получаете или получили. И будет вам. Вот это очень важно. Вера, это здесь и сейчас. Это никогда не будет. Если вы верите, что, знаете, завтра оно никогда не наступает. Потому что приходит завтра, оно уже сегодня. Если ты говоришь, завтра я исцелюсь, я верю, ты не знаю, как ты исцелишься, потому что завтра не наступает. Оно опять сегодня. Ты следующий день говоришь, а, ну, значит, завтра я исцелюсь. И опять завтра. Поэтому сегодня, сегодня стройте свою веру. Сегодня видите себя здоровыми. Третье. Славьте Господа. Вот то, что говорил Валера сегодня о силе хвалы. И это, конечно, это огромная сила, знаете, огромное благословение. И мне Господь тогда дал слово. Начни меня хвалить. А вы представьте, человек в угнетенном состоянии. Ну, вот как ему хвалить Бога? То, что не хочет. Я вообще, казалось, не могла рта открыть. Но когда я начала славить Господа верой, через силу Бог начал приходить. Поэтому я вам хочу сказать. Вот Давид говорит во всякое время про славлю Господа. Псалом 33, 2, 3. Во всякое время. Хвала ему непрестанно в устах моих. То есть это не эмоциональное состояние. То, что вот Валера и говорил. Это решение. Да, легко славить Господа, когда все хорошо. Но когда тебе плохо, Аллилуйя, ты просто себе говоришь, душа моя, славь Господа. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Славь Господа. И я просто ходила и через силу просто начинала петь Господу псалмы. Петь, что Он прекрасный, что Он великий. Хотя душа моя в это время, она кричала, нет, это не так. Это не так, все плохо. Бог не такой хороший. Ты же видишь, как тебе плохо. Как? Вот не ври. Тоже такая вот была борьба внутренняя. Как бы внутри один голос говорил. Ты врешь, ты сейчас не думаешь то, что ты говоришь. А я говорила, ничего, я это верой провозглашаю. Потому что я знаю, что это истина. А то, что во мне сопротивляется этому, оно должно подчиниться истине. Так что всякие неправильные эмоции, неправильные мысли, они в итоге подчинятся истине. Если вы будете славить Господа и провозглашать в этой хвале истину. Кто такой Господь реально? И какой Он? И что Он благой? Потому что дьявол очень сильно покушается на это. Знаете, если он не может вас заставить поверить, что Бога нет, что вы уже уверены, что Бог есть, он тогда делает другое. Он говорит, а Бог не такой добрый, как ты думал. Посмотри, если бы Он был добрый, разве бы Он допустил, что ты так мучаешься? Мне это приходило не в виде мыслей, потому что мысли я бы сразу, знаете, отвергла, а в виде чувства. В виде чувства, что Бог не такой хороший. И мне уже было неприятно Его славить, неприятно, представляете? Но когда я это делала, вот это чувство уходило, это гадкое, мерзкое, дьявольское чувство, что Бог не добрый, Бог какой-то не такой. Ара, и приходила истина, приходила истина от Бога. Поэтому не сдавайтесь, хвалите Бога во всякое время. Это не эмоции, это ваше решение. Четвертый пункт. Не хнычь, не рабщи, не жалей себя. Да, это особенно к женщинам относится больше, но и мужчины тоже могут. Потому что ропот, жалость, себе, они противоположны вере. Это руйнивники веры, то есть разрушители веры. Вот как ни крути, если ты ропщишь, у тебя веры никак не будет. И Бог, знаете, на ропот не отвечает. Наоборот, Иисус упрекал учеников за их неверие, вы помните, да? Когда они роптали, когда они жаловались вместо того, чтобы верить. И также 1 Коринфянам 10.10. Помните, там написано о том, что в пустыне Израиль роптал на Бога, и в итоге все они погибли от истребителя. Вместо того, чтобы просто принять решение вере. Да, им было плохо. Вы думаете, просто они роптали от хорошей жизни? Мы привыкли говорить, ой, такие они плохие, изрантяне. Бог их вывел из Египта, а они еще и роптали. Но им реально было плохо. Вот представьте, вы попадаете в пустыню, в которой никогда не были. Жили в Египте себе. Чеснок, илы, сало, илы. А тут попадаете в пустыню, где ничего нет. Представляете, они 3 дня шли, не находили воды. У них скот уже орал. Потому что нужно пить скоту. Скот мычат, коровы мычат, овцы блеют. Дети плачут, хотят пить, а ничего нет. Понимаете, ситуация какая была. Но они должны были просто начать благодарить Бога. И верить, что Бог их выведет. Но ропот им помешал. И они погибли за свой ропот. Поэтому не ропчите, возлюбленные. Хариклора. Что же делать вместо этого? Это пятый пункт. Начни радоваться и благодарить Бога. Это всегда побеждает ропот. Вот как только хочется вам роптать и жаловаться, начните благодарить. Начните вспоминать Божьи благодеяния. Псалом 33, 2. 2, да? 2? Не помню, 20 у меня помогут. За все... А, подождите. А, это полнота радости пред лицом Твоим. Блаженство в деснице Твоей вовек. То есть, если мы пред лицом Божьим, у нас будет радость. Радость, Господи, сила моя. Вы тоже знаете. Неемия 8, 10. И также благодарение. Оно тоже побеждает всякий ропот. Филиппийцам 4, 4. За все благодарите. Якова 1, 2. Всегда радуйтесь. Это я вам просто напоминаю. Вы это знаете. Но в тяжелой ситуации почему-то это забывается. И мы иногда поддаемся эмоциям негативным. Уныние, оно тоже приводит к ропоту. Почему уныние и грех? Кстати, это все духовные грехи и уныние, и ропот. Потому что они противоположны вере. Поэтому радость, Господи, наша сила. И она свидетельствует о нашей вере. Веря, что несмотря ни на что мы доверяем Господу. Ни симптомам, ни обстоятельствам. Хорошо. Шестой пункт. Аллилуйя. Не вини Бога. Не вини себя. И не вини других. Знаете, да. Плоть, она в тяжелых обстоятельствах ищет виноватого. Ищет крайнего. Знаете, на кого бы, когда что-то не получается, на кого бы спихнуть эту вот вину. Вот. И многие люди, я же говорю, Бога обвиняют. Может так не явно, но тайно. Вот как у меня было. Я на словах говорила, не, не, ну Бог же хороший, Он не может быть плохим. Вот. Но в душе у меня там такое было упрек Богу. Такие упреки. Некоторые себя начинают ввинять. Вот какого комплекса неполноценности, о котором сегодня говорилось. Они начинают в себе копаться, находить кучу недостатков. И вот, и говорит, да, это все из-за того произошло, что я вот тут несовершенный, вот тут не сделал. И это тоже ловушка. А, потому что в таком состоянии вы не сможете подняться в вере и получить что-то от Бога. Понимаете, да? Потому что если вы не оденетесь в Божью праведность, то Бог не услышит вашу молитву. Поймите, молитву грешника Бог не слышит, только молитву покаяния, понятно. Но если у вас, ну, как бы, вы уже покаялись, все, и вы продолжаете просто приходить как грешник с чувством вины, вы тоже не сможете получить. Приходите как праведный. И не обвиняйте других. Это понятно, да, не критикуйте. Аллилуйя. Так, это я написала, не копайте в себе, не ищите всевозможные проклятия. Знаете, некоторые живут годами, ищут, выкапывают какие-то проклятия в себе. Лучше славьте Господа, ищите Его лица. Если на самом деле что-то есть не то, вот поверьте, Дух Святой, Он вам откроет. Если вы молитесь, если вы открыты к Богу. Но сами не начинайте копаться во всем этом. Хорошо? Дайте Духу Святому возможность. Он знает, что и как. Аллилуйя. Пусть будет водительство Духа, а не ваше. Хорошо? И это подтверждение Псалом 35.10. Давид говорит, только в свете твоем я вижу свет. Только когда свет Божий приходит, мы на самом деле видим, какие у нас есть ли какие-то проблемы и что нам мешает. Поэтому оставьте это все, оденьтесь в праведность Божью и молитесь, как Божье возлюбленное праведное дитя. Седьмой путь. Ищите в первую очередь не исцеление, а близости с Богом. Ищите Его самого. Ну, это немножко близко к тому, что первое говорили, поставить Бога на первое место. Но это еще немножко и другое. Это мне Господь тоже открыл в какой-то момент. И я ему тогда сказала, Боже, это очень-очень сложно. Когда ты себя так чувствуешь, ни о чем другом не можешь думать. Но я попробовала, и знаете, и Бог вышел навстречу. Если мы послушны Ему, вот невозможное, Он делает возможным. На самом деле невозможное человеком, возможно Богу. Поэтому никогда не говорите Богу, если Он что-то вам сказал, я этого не могу. Или в слове написано, я этого не могу. А Господь и не говорит, что вы должны это мочь. Это Господь, в вас Он это может. Поэтому Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Просто поверьте, дайте место Богу, вместо вас это сделать. Вы не можете, Бог это сделает. И я это начала делать. И я увидела, что это работает, когда я ищу Бога. И просто болезнь в сторону откладываю. И говорю, Господь, я хочу искать Тебя. Я хочу близости с Тобой. Я хочу знать Тебя. Болезнь тут такая. И Господь приходил. И симптомы уходили. Аллилуйя. И таким образом моя душа исцелялась. Аллилуйя. Матфея 6.33. Ищите прежде всего Царство Божие. И правды Его. И все это приложится вам. Не Бог должен прилагаться вам, когда вы ищите исцеление. А ищите Бога. Исцеление, оно приложится вам. Бог – это имя существительное. А исцеление пусть будет прилагательным. Аминь. Такая шутка есть. Так, хорошо. Да, да, да. Давид говорит. Одного просил я у Господа. Того только ищу, чтобы пребывать не в доме Господнем во все дни жизни моей. Аллилуйя. Давид знал, что это самое важное в жизни. И от этого зависит его успех во всем. Восьмой пункт. Верь, что любящим Бога он во всем содействует ко благу. Это римлянам 8.28. И 1 Коринфянам 10.13. И Бог не дает испытаний сверх сил. Но при испытании дает и выход. Вот эти два местописания, они мне очень помогали. Когда веры не было. Когда просто такое отчаяние заполоняло. Вот. Я стояла на этих стихах. Я их провозглашала. Я размышляла над ними. Говорю, ну это же правда. Это истина. Я стою на этой сне. И знаете, приходил покой. Приходила уверенность. Ну конечно же. Бог контролирует любую ситуацию. Если Он даже что-то допустил. То значит Он уже предусмотрел и выход. Аминь. Аллилуйя. Это очень важно в такой ситуации. Поверить, что есть выход. Что это не безнадега. Что в конце тоннеля есть свет. И вы его обязательно увидите в Слове Божьем. Аллилуйя. А потом на это Слово Господь приходит духом. И просто окрыляет. Девятый. Не поддавайся негативным эмоциям. Таким как отчаяние, разочарование или страх. На каждую негативную мысль найди стих из Писания. Как альтернативу. И провозглашай. Это когда у тебя идет вот такая эмоциональная борьба. Как у меня шла. Борьба с неверием, с отчаянием, со страхом. Мне приходилось ловить каждую мысль, которая приносила мне страх или отчаяние. А эти чувства, они не приходят просто так. Нам иногда кажется, что вот просто меня накрыло отчаяние. Нет. Этому предшествовала какая-то мысль, которую ты не уловил. Поэтому нужно проследить. Найти эти неправильные мысли, которые приводят вас к таким эмоциям. И в Писании обязательно я находила Божью мысль, которая абсолютно противоположна. Которая несла веру, несла радость. Которая просто зачеркивала, показывала, что это ложь. Это неправда. Отчаяние – это ложь. Разочарование – это ложь. Страх – это ложь. Это неправда. Это не истина. Знаете, они не настоящие. Они выглядят как настоящие. Настоящий наш Господь. И то, что Он делает. А это, знаете, как тени. Тени, если мы их принимаем как настоящие, они на нас влияют. Если мы противостоим этим Словом Божьим, которое настоящее, эти тени уходят. Страхи, разочарования, они просто уходят. Аллилуйя. И филиппийцам 4.8, как подтверждение, помышляйте только о том, что истина, что достославна, что только добродетели похвала и так далее. Когда мы размышляем об этом, все вот эти неправильные страхи, они уходят. Реально. Поэтому берите Слово Божье, размышляйте. Тяжело, не тяжело, неважно. Проводите время. И в итоге вы увидите, вы так наполнитесь Словом, что оно просто вытеснит негативные мысли и эмоции. Десятое. Применяй власть. Я на этом не останавливаюсь. Об этом много проповедовалось. Вы знаете, что мы имеем власть наступать на всякую вражью силу. Просто если вы наступаете, молитесь, оно не действует, тогда предыдущие пункты проверьте себя по этим пунктам. Это может быть препятствием. Если же все по этим пунктам нормально, то вы можете применять власть, и оно прекрасно тоже действует. И одиннадцатый, последний пункт. Вспомните, как Бог исцелял вас раньше, и как Он входил в ваши ситуации и помогал. Аллилуйя. Первый царств 37. Давид попал в ситуацию очень сложную, когда враги разграбили город, в котором он жил, все имущество унесли, и жен, и детей забрали в плен. И он был в отчаянии, все его воины были в таком отчаянии, что хотели его камнями побить. И написано, что в этой ситуации Давид укрепился надеждой на Господа. Он вспомнил все благодеяния, да? Псалом 102, это же Давида Псалом. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Давид вспомнил, сколько раз Господь выручал. И я вспоминала, сколько, и даже записывала, вы знаете, когда Давид Тачанин, вспомните и запишите, что Господь делал раньше в вашей жизни. Это вас очень, очень ободрит. И Псалом 70, 15, тоже чудесный. Уста мои будут возвещать правду Твою. Всякий день благодеяния Твои. Ибо я не знаю им числа. Аллилуйя! Слава Господу!